Пагоды известны в Азии с древнейших времен. Стоящие где-нибудь на берегу озера на фоне природы, это очень красивое и эстетичное зрелище. Не зря это строение часто встречается в китайской живописи. Приветствую всех на моем канале, меня зовут Лидия и поскольку у нас за окном осень, мы нарисуем пышный и красочный осенний пейзаж с пагодой. И рисовать я буду по моей любимой книге «Искусство акварели в древнекитайском стиле». Кому интересно, у меня есть очень классный обзор на эту книгу на моем канале. Работа в принципе несложная, рассчитана на начинающих. Нарисуем пышный лес, такую зеленую гладь воды, даже круги на воде в конце нарисуем и изобразим пагоду. Тоже такой интересный опыт. В общем, сегодня будет у нас полное погружение в азиатскую атмосферу. Я еще такую интересную музычку для вас нашла. Ну и вначале давайте посмотрим, какие мы будем использовать цвета. Здесь их очень много, цветовое такое разнообразие. Будем использовать три вида желтых, оранжевый, красный, бордовый, три вида зеленых. Вот тут даю вам подсказочку, какие цвета я использовала. В принципе, эти цвета входят в основную палитру. Вот, например, кадми желтый мы будем в самом конце использовать. И посмотрите, как я бордовый цвет тоже получила. Ну что, приступим к работе. У меня формат половинка листа А4. Гладкая бумага, бахонг, сатин. Как раз подходит для таких вот декоративных работ. И всегда мне помогает клячка. Я ее использую в качестве ориентира, где у нас будет расположена пагода. Я вот так вот слегка отмечаю крышу строения. После этого я смочила полностью бумагу чистой водой и приступаю к нанесению желтых цветов. Для первой заливки я использую два вида желтых. Это лимонная и золотистая охра. То есть вот эта первая, так сказать, подложка, она будет полностью желтого цвета. И затем сверху мы будем добавлять уже остальные цвета постепенно. Зеленый, оранжевый, бордовый. Рисую я каллиграфической кистью. Заказывала я ее на Алиэкспресс. Это кисть из красного волка. Очень хорошо себя ведет, хорошо управляется, берет в себя много воды. В общем, очень удобная кисточка. Смотрите, я желтым закрашиваю область леса. И также у нас есть желтые отражения на воде. Если посмотрите внимательно на картинку. Я не буду делать прямо точную копию, как там, где какой цвет расположен. Я сейчас рисую и больше фантазирую. Так иногда только подглядываю на референс. И также обратите внимание, что вот справа от пагоды немножко такой просвет в деревьях есть. То есть эту область я желтым не закрашиваю. И теперь я взяла другую кисточку. Это синтетическая такая, уже поменьше кисть. И просто ей удобно более прицельно работать. Она не такая большая, как предыдущая. И вот так вот в хаотичном порядке создаем цветовые пятна. Вот где душа лежит, куда вам кажется, где будет она хорошо смотреться, вот туда я и добавляю. Придумываю сама свой узор. Теперь берем зеленую краску. И наша задача не смешивать эти цвета между собой. Во избежание грязи. То есть вот эти пустые пространства между красным светом мы заполняем другими цветами. Дальше я буду добавлять оранжевый тоже в какие-то оставшиеся промежутки. И так же пока бумага еще не высохла, можно немного углубить отражение. Итак, после высыхания работа выглядит вот таким образом. Она еще такая бледненькая и не очень яркая. Поэтому мы опять смачиваем весь лист водой и наносим второй слой. Углубляем цвета, делаем их намного ярче. И в принципе пользуемся теми же самыми красками. Но как вы знаете, акварель это полупрозрачная краска. И добиться яркости цвета очень сложно с первого слоя. Но так постепенно, постепенно к концу мы доберем нужную яркость красок осенних. И нужно следить обязательно за влажностью листа. Пока бумага мокрая, все хорошо расплывается. Но когда вы чувствуете, что бумага уже начинает подсыхать, уже рисовать нельзя. Вот такой цвет я буду использовать для изображения воды. Это, как говорят художники, заборный цвет такой. Им только забор рисовать. В общем, она такая яркая и в чистом виде я ее почти не использовала нигде. Это, по-моему, травяная зеленая, такой прям ядреный цвет. Но я туда добавила немножко белой краски. И цвет смягчился, и получилась такая очень приятная смесь. И таким вот полупрозрачным слоем мы рисуем воду. Вода начинается прямо под пагодой. Хотела сказать под беседкой. Чисто по-русски так, беседка. И после полного высыхания листа я обычно сушу все это дело феном. Мы приступаем к такой тонкой работе. Поскольку у меня небольшой формат листа, я брала самые свои тоненькие маленькие кисточки, которые у меня есть, чтобы аккуратно все это изобразить. Столбы мы будем размывать чистой водой, чтобы они как-то вот так вот растворялись, как будто в тумане. И также нарисуем отражение. Все, больше особо болтать не буду. Смотрите и получайте удовольствие. Смотрите и получите удовольствие. Смотрите и получите удовольствие. Смотрите и получите удовольствие. Теперь нам нужно изобразить разноцветные листики на деревьях. В книге написано, что сначала наносится цвет, а потом он размывается водой. Но на моей бумаге такой прием не прокатывает. Потому что я наношу цвет и у меня тут же все высыхает, поэтому я иду от обратного. Я сначала наношу цвет с водой и из него уже формирую листики. Но я не везде использую такой прием, только в каких-то некоторых местах, где мне хочется. Остальные листики нарисованы обычным способом, мокрым по сухому. Играет музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а мы с вами уже прощаемся и увидимся в новых видео Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал Всем пока-пока!